Министерство обороны Японии потребовало от военных фиксировать каждый случай обнаружения НЛО. Все офицеры, солдаты и моряки впредь должны снимать на фото или видео каждый неопознанный объект в небе, докладывать о нем начальству и описывать в рапорте, при каких обстоятельствах случился контакт. Причем делается это все не баловства ради, а исключительно из соображений национальной безопасности. Заявление Министерства обороны о необходимости слежения за НЛО и в самой Японии и в других странах у многих вызвало удивление. С чего это вдруг военное командование утверждает целый документ, расписывающий правила наблюдения за летающими тарелками? Что там у них, у этих японских военных вообще происходит? Может они со своими сверхсовременными технологиями смогли рассмотреть какую-то угрозу для Земли в далеком космосе и теперь готовится к ее отражению какой-нибудь воганский флот, готовый уничтожить планету? Или наоборот, японские власти отвлекают внимание своих сограждан от северокорейской йодерной опасности и продолжающейся российской оккупации Курил с помощью глупых трюков с инопланетянами? На самом деле объяснение куда проще и банальнее. НЛО действительно время от времени фиксируется в небе в разных частях планеты. Вон американцы не так давно выложили целый массив видео, снятого за несколько лет летчиками ВВС США, на которых видны разные тарелки, сигары, вихри и прочие странные штуки. Часто НЛО – это какие-то атмосферные явления, погодные феномены, объяснимые, пускай и не сразу, современной наукой. Порой за летающие тарелки принимают летательные аппараты, такие как парящие на большой высоте метеозонды или умеющие совершать невероятные маневры современные дроны-беспилотники. Но списать все случаи фиксации НЛО только на северное сияние или дроны не получится. Некоторые объекты ну никак нельзя отнести ни к природным феноменам, ни к известным творениям человеческих рук. Летом этого года американские сенаторы предположили, что часть неопознанных летающих объектов – это оружие, втайне созданное не инопланетянами, а каким-то из земных правительств. В принципе, в недавней истории Земли такое уже встречалось. Правительство Южноафриканской республики дошло до финальной стадии разработки собственного ядерного оружия, прежде чем атомные объекты были обнаружены разведкой СССР и США. Правда, в США считают, что НЛО могут быть опаснее атомной бомбы, как раз потому, что никто не знает, что это за штуки такие и кто их придумал. Американцы летом этого года запустили программу обнаружения неидентифицированных воздушных феноменов, в рамках которой изучают все зафиксированные на фото или видео появления НЛО. Причем занимаются этим не любители фантастики с горящими глазами, а солидные ученые и разработчики современных систем вооружения. Их задача – разобраться в том, могут ли тарелочки представлять реальную угрозу для безопасности США. Теми же соображениями при составлении протоколов слежения за НЛО руководствовались и японцы. Они живут в одном из самых неспокойных регионов мира. Под боком у Японии или откровенные враги, вроде Северной Кореи, школьникам, которые с первого класса вбивают ненависть к империалистам из Токио. Или такие, прямо скажем, не очень надежные партнеры. Вот такие, например, как Китай, который претендует на архипелаг Сенкаку и частенько направляет свой военный флот поближе к японской акватории. Или такие, как Россия, с 1940-х годов оккупирующая северные японские острова Шикотан и Туруп-Кунашир и Хабамай. Да что там враги и ненадежные партнеры? Даже формально союзным японцам Южной Кореи 79% населения относятся к Японии отрицательно или резко отрицательно. В таком окружении просто не может не выработаться некая военная паранойя. Постоянное ожидание нападения, в том числе и с использованием каких-то секретных видов вооружения, разработанных кем-то из воинственных соседей. Именно поэтому военные и обязаны теперь следить за происходящим в небе. Чтобы, не дай бог, не прозевать начало этого нападения. Хотя, конечно, лучше будет, если в конце концов НЛО окажется не какими-нибудь сверхсекретными китайскими или северокорейскими истребителями, а космическими кораблями мирных, дружелюбных инопланетян. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok